Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Как наладить отношения с человеком, которого ты любишь, а он тебе непонятно, потому что ты одно говорит, то противоположное? Вопрос в том, здесь, что вы понимаете, как наладить отношения, то есть если под этим вы понимаете, например, то, что у вас будут с человеком такие отношения, которых вы хотите именно, то есть чтобы у вас были такие отношения, каких вы хотите, то, наверное, никак, потому что человеку, скорее всего, как-то невыгодно. Ему невыгодно, скорее всего, говорить вам вещи не... непонятные, потому что тогда ему придётся брать ответственность, а человек, скорее всего, ответственность брать не хочет, вот, скорее всего, ну... Я так думаю, что человек ответственность брать не хочет и... Соответственно, он будет всячески, вот, избегать этой истории, поэтому... Пока вы, условно говоря, не сделаете, не сделаете так, чтобы ему было выгодно, выгодно сказать вам правду, вряд ли он будет менять своё поведение. Это первое. Второе. Что вы вкладываете в «люблю»? То есть, ну вот, что это такое для вас? Что такое для вас «люблю»? Потому что есть, опять же, ощущение, что в это вы вкладываете что-то своё. То есть, «люблю» — это заинтересованность в росте человека, в его развитии. Это что? Вот что-то, что вы вкладываете в слово «люблю»? Давайте вот тоже как-то этот момент разберём. Потому что, ну, совершенно очевидно, что это важно, совершенно очевидно, что... как-то вас это, ну, приводит. Вот, и вы, вероятно, хотели бы с этим что-то сделать, да? То есть, если вы страдаете в этой любви, то речь, по-видимому, идёт не только про любовь. По-видимому. То есть, по-видимому, речь здесь идёт и про некоторые, скажем так, ваши потребности. В частности, в частности. Вот. На которые необходимо обратить ваше внимание. Как минимум. На которые необходимо обратить ваше внимание. Вот. И, соответственно, будет лучше, если вы эти потребности свои будете замечать. Будет лучше, если вы эти потребности будете видеть. Будет лучше, если вы, ну, будете к ним прислушиваться. К своим потребностям. Вот. И будет лучше, если вы сможете их реализовывать несколько иначе, чем вы это делаете сейчас. То есть, чтобы это не было связано, например, только с, ну, только с человеком, да? Вот. Чтобы это было всё-таки связано ещё и с вами, с вашей собственной активностью. Вот. Если это не будет связано с вашей активностью, то ситуация будет складываться довольно печально. Довольно печально она будет складываться для вас. Вы рискуете в этом случае всегда находиться в проигрышном для себя положении. Вы рискуете находиться всегда для себя в ситуации, когда вам будет как-то вот, ну, как-то вот, ну, не по себе. Ну, скажем так, да, вам будет, вы будете находиться в такой ситуации и, соответственно, будете страдать. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, по логике здесь, на мой взгляд, имеет смысл как-то вот всё-таки исходить из этого, да? Исходить из какой-то заботы о себе, исходить из того, что чувствую я, что хочу я и что там чувствует и хочет, например, другой человек. Вот. То есть это, как мне кажется, куда более важно, чем, ну, чем просто налаживать отношения. Вот. Потому что налаживание отношений здесь, по крайней мере, выглядит именно как то, что вы просто вот, ну, пытаетесь, хотите сделать так, чтобы человек был таким, каким вам нужно. Чтобы он был. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...